По статистике ГАИ, одна из самых частых причин дорожных аварий — нарушение правил проезда перекрёстков. Игнорирование запрещающего сигнала светофора, выезд на перекрёсток перед затором, невнимание к помехе справа. Чтобы уменьшить число таких нарушений, и были ужесточены штрафы. Во-первых, увеличился штраф за проезд на красный свет или запрещающий движение жест регулировщика. Сумма выросла с 700 рублей до 1000. Десятикратно от 100 до 1000 рублей увеличился штраф за выезд на перекрёсток, если это создаёт помехи тем, кто двигается в поперечном направлении. Также впервые в Кодексе об административных правонарушениях прописана ответственность за пересечение так называемой стоп-линии. Стоп-линия — это такой вид разметки, который применяется перед пешеходными переходами, светофорами и железнодорожными переездами. Теперь любимое занятие многих водителей — высовывать нос автомобиля за эту линию обойдётся штрафом в 800 рублей. Возникает вопрос, как будет действовать наказание, если стоп-линия не видна. Ведь разметка на брянских дорогах живёт недолго. Если стоп-линия не видна, водитель, в соответствии с правилами дорожного движения, обязан остановить своё транспортное средство у стойки светофора. Тут тоже очень всё понятно и прописано правилами дорожного движения. То есть, особенно сейчас, в зимний период, просто-напросто линии разметки не денилина. Но, тем не менее, это требование относится к водителям. Больше всего новых штрафов для таксистов и, в частности, так называемых бомбил. Теперь за незаконную установку жёлтого фонаря или окраску авто под такси на частных лиц будет налагаться штраф в 2500 рублей, на должностных — в 20 тысяч, а юрлицам придётся раскошелиться на 500 тысяч рублей. Но пока новые требования к таксистам не внесены в правила дорожного движения, госавтоинспекция не наказывает бордюрочников, а просто предупреждает. Остальным автолюбителям сотрудники ГАИ советуют быть внимательнее на перекрёстках и готовятся к очередной порции поправок в Коап, которая вступит в силу с 1 июня. Летом карать строже будут за нарушение правил остановки и стоянки автомобилей.